Михаил Михайлович, Ренат Селихудинов, телеграм-канал «Мир Рубина». Три игры с казанцами позади, по итогам две победы вашей команды и одна ничья. Отсюда вопрос. Не считаете ли вы Рубин удобным для себя соперником? Добрый вечер. Нет, не считаем. Рубин очень хорошая команда, дисциплинированная. Понятно, что хочет тренерский штаб по качеству игры, по игровой дисциплине, поэтому мы ожидали тяжелого матча. И тем не менее считаем, что матч сложился для нас очень хорошо по качеству, по результату. Были моменты, еще которые можно было забивать, поэтому те недочеты, которые есть, обязательно их. Постараемся исправить к дальнейшему важному матчу в чемпионате. Спасибо. У вас, наверное, два вопроса. Больше. Больше. Михаил Михайлович, с победой. Начнем с простого. Выход Глушенкова, Пеняева и Дзюбы. Изначально планировалось, как я понимаю, перед игрой, а не следствие того, что что-то хотелось изменить? Нет, конечно. Было запланировано, что группа игроков сегодня, некоторые не выйдут вообще, которые сыграли достаточно много в предыдущих матчах. И группа игроков, которые получат свое игровое время для игрового тонуса, для подготовки к следующему матчу. Следующий вопрос касается исключительно эмоций, а не судейства. Судейство Веры Опекиной как-то дополнительно дисциплинировало игроков на поле и тренеров на скамейке? Или это не имеет значения, кто на поле, арбитр мужчина или женщина? Абсолютно нет. Есть арбитр матча, который обладает квалификацией, которые допущены Российским футбольным союзом, РПЛ, теми организациями, которые проводят соревнования. Поэтому арбитр сегодня работал, работал качественно, поэтому на ход матча они не влияли. Я понял. До сих пор нахожусь под впечатлением от игры Марио Митая против Динамо на позиции опорного полузащитника. Сегодня он вышел на позицию, которую он часто играл на левый фланг. Все-таки как считаете, может быть его стоит использовать почаще в опорной зоне? Я считаю, что когда у нас, у меня лично, у людей тренерского штаба, которые прошли опыт международных матчей в составе сборных команд, где цена ошибки высочайшая ценится игроки, обладающие универсализмом. И те игроки, которые могут безболезненно играть на разных позициях, цены вдвойне или втройне. Поэтому всегда во все времена, а тем более в советские времена, футболисты, которые могли безболезненно поменять позицию, ценились своим интеллектом, своим качеством, своим умением играть и приносить результат команде. Спасибо. Есть еще у кого-то вопросы? Ну, конечно. В первом тайме, когда Илье Самушникову оказывали помощь медицинскую, вы достаточно долго с Тимуром Сулеймановым общались. Если можно, несколько слов об этом. Что конкретно ему говорили? Игровые нюансы при выходе из обороны, как ему правильно располагаться, как обратили внимание на определенные зоны, куда необходимо было врываться, потому что линия обороны соперника играла высоко и необходимо было использовать зоны. И, в принципе, он туда достаточно хорошо вбегал, немножко не хватило завершения ему в сегодняшней игре, но играл достаточно активно, мобильно. И еще раз повторяю, футбол состоит не только когда у нас мяч, но когда и мы без мяча. И организация отбора в различных зонах, организация прессинга или перестроения без мяча, организация обороны, она начинается всей командой. Это не только игра четырех защитников, это игра всей команды. Поэтому, как команда обороняется или атакует, она проводит эти действия все вместе. Спасибо. Александр Шенченко, Матч ТВ. Михаил Михайлович, впереди игра с «Спартаком», какие ожидания от нее? Успеете ли сейчас зацепить второй тайм кубкового матча или он не будет иметь особого значения в случае кубковой ротации, как часто бывает? Спасибо. Ну, информацию мы получим, она у нас уже есть, наши аналитические отделы ее сейчас обрабатывают, уже завтра начинаем подготовку к «Спартаку». Поэтому, безусловно, важнейший матч, дерби, который придаст еще больше импульса. Тем более, это матч домашний. Спасибо. Спасибо.